Откуда ты знаешь, Юрий Александрович? Значит, я сказал, кто-то другой. Правильно. Это получается, чтобы ей кто-то другой об этом сказал, надо, чтобы она у этого другого об этом спросила. Понимаешь? Дмитрий Ульянов долгое время играл отрицательных героев, причем удавалось это актеру невероятно хорошо. Однако мужчина мечтал о глубоких образах и смог добиться успеха. Появился на свет наш герой в Москве. Папа мальчика работал на авиационном заводе инженером, а мама трудилась в медицинском училище преподавателя математики. Изначально семья жила в центре столицы, а затем переехала на окраину, в район под названием Орехово-Борисово. Именно там началась школьная жизнь Димы. Ранние годы мальчика проходили без особого интереса к чему-либо. Учиться Ульянов не хотел, да и к другим секциям относился отдаленно. Единственным увлечением недолгое время была секция по дзюдо, но по состоянию здоровья он перестал ее посещать. Уже в подростковом возрасте Дмитрий впервые стал участником школьной постановки. Впервые, выйдя на сцену, он понял, что актерство станет его будущим. После окончания школы наш герой отправился в Щукинское училище, чтобы попасть в ряды его студентов. Однако Дмитрий сильно легкомысленно отнесся к подготовке к их сдаче экзаменов, и абитуриенту отказали. Весь следующий год он не терял времени на ерунду и стал упорно готовить новую вступительную программу с профессиональным педагогом. Благодаря такому серьезному отношению к подготовке, через год Дмитрий стал студентом МХАТа. В этом вузе было одно очень важное правило, которое ни в коем случае нельзя было нарушать. Студенты были лишены права на съемки до получения диплома. Но Ульянов решил ослушаться, и за это был отчислен с третьего курса. Отчаиваться парень не стал и сразу же отправился в тот вуз, который когда-то ему отказал. Посмотрев на талантливого Дмитрия, руководство Щукинского училища утвердило зачисление студента. После окончания вуза нашего героя приняли в труппу театра Вахтангова, где он в течение шести лет старался радовать зрителей своей игрой. Дмитрию было очень сложно работать на театральных подмостках, да и с коллегами никак не удавалось найти общий язык. Поэтому однажды он принял решение уйти. К тому моменту актер уже снялся в нескольких картинах, первой из которых стал сериал «Очаровательные негодяи». Но и в кинематографе Ульянов в первое время не мог добиться желаемого, поскольку режиссеры видели в нем исключительно отрицательных персонажей. Первая главная и запоминающая роль положительного характера была в картине «Не забывай». Ульянов наконец смог раскрыть свой талант в другом амплуа. А вот зрителям актер запомнился после второй части сериала «Доярка» из Хацапетовки, где мужчина сыграл одну из главных ролей. Сейчас наш герой добился невероятной востребованности и признания зрителей. В копилке актера около 90 ролей в кино. Только в этом году Дмитрий участвовал в шести проектах и на следующий год запланировано несколько премьер. Помимо кинематографа, Ульянов вновь вернулся на театральную сцену. Набравшись опыта, мужчина смог преодолеть все трудности и теперь покоряет зрителей участием в андерпризах. Долгое время Дмитрий совершенно не думал о любви. Он все свое время уделял карьере. Только в 30 лет Ульянов встретил женщину, с которой решил прожить всю жизнь. Юлия Баршевская на момент знакомства с актером работала дизайнером. Их встреча была совершенно случайной. Они увидели друг друга, прогуливаясь по парку. С того момента пара больше не расставалась. В скором Дмитрий сделал любимое предложение. Через два года у супругов родился сын Борис. Уже долгие годы наш герой является счастливым семьянином и потрясающим профессионалом. Дорогие зрители, мы очень рады, что вы заходите на наш канал. Каждый день мы будем радовать вас интересными историями про жизнь звезд. Также будем рады, если вы станете подписчиками нашего канала.